Лучше красиво проиграть, чем сделать серую ничью. Именно такого принципа придерживались участники матча Кондраченко-Гончаренко. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня я начинаю разбор партии из матча между гроссмейстером Евгением Кондраченко и кандидатом мастера Ярославом Гончаренко. Евгений скинул мне несколько интересных анализов, так что основа его. Что-то я углубил, что-то расширил, но, так скажем, основной анализ принадлежит Евгению Кондраченко. Сегодня, друзья, мы с вами разберем одну из партий. Всего, наверное, ну как минимум три партии интересных разберем из этого матча. Бог, как известно, любит троицу. Сегодня, друзья, мы разберем вот такую интересную ходилку. СД4, ФГ5, ДЦ3, ЕФ6, ЕД2, БЦ5. И черные бьют на С5. Обязательные ходы. Ну, в этой позиции возможны два хода. Либо ЖХ4, ход более сильный, либо СД4. Ну, когда Ярослав играл белыми, то он сыграл именно СД4. Этот ход упрощает несколько борьбу, потому что черные легко уравнивают позицию. То есть, они играют ЖХ4. Размениваются. Ну, белым надо играть ДЦ3. Видите, у них пробоина на Е1. Поэтому надо как-то укреплять свой сильный левый фланг. Ну, черные играют АЖ5. То есть, грозят на СД4 или после СБ4. Разменяться назад с хорошей позицией. Белым надо играть ЖФ4. Черные закрываются. Ну, и на любой ход, допустим, на размен. Или на СД4. Черные снова размениваются назад. И позиция абсолютно равная. То есть, в этой позиции наиболее интересное продолжение ЖФ4. Здесь обычно играют ФЕ7. Но оригинальную ловушку нашла юная шашистка Вика Николаева. Тоже белорусская юная. Она сыграла против одного из мастеров неожиданно ДЕ5. Ну, и мастер не разобрался в этой позиции. То есть, надо было размениваться. Вот таким образом. И затем играть ФЕ3 с преимуществом. Но мастер подумал, что в принципе ничего страшного. На поду свяжу черных. И здесь неожиданно черные проводят вот такую комбинацию. ЖФ4. Получи, что называется, фашист гранату. Ну, и как бы белые не били. Если белые бьют сюда, то мы бьем сюда. И затем загребущими руками снимаем 4 шашки белых. Если же белые бьют в эту сторону, тогда черные отдают еще 2 шашки. И затем дамка снова выигрывает. Вот такая интересная комбинация была продемонстрирована юной Викой Николаевой. Естественно, в этой позиции лучше всего играть ФЕ7. Теперь сильнейшее продолжение за белых вот такой размен. В этой позиции черные имеют 4 хода, но везде у них похуже. То есть, ДЕ5 практически уже проигрывает партию. БА7 ведет к трудной игре, но здесь возможны контр-шансы за черных. ЦБ6, как сыграл Ярослав, приводит после размена к уменьшению материала. Ну, и, наверное, наиболее точный ход. Ход ДЦ5 после размена. Тут тоже черных можно еще помучать белым. То есть, белые могут сыграть HG3, ну, допустим, ВЦ7, ДЕ3. То есть, белые, прошу прощения, GH2 сперва, то есть, не давая размена. Теперь, допустим, ну, или ЕД6 можно. Тогда ДЕ3. И после ДЕ5 белые могут разменяться вперед. И затем возникает интересная позиция. Допустим, СД6. И белые неожиданно играют АБ4. То есть, тоже зажимаются. ДЦ7, БА3, ЦБ6. И, как ни странно, ЦБ2 плохо играть. Тут уже выигрывают черные после БЦ5. У белых плохо. То есть, после размена вынужденного, черные бьют аккуратно сюда. Ну, надо бить назад. Ну, и после АЖ5 белым просто некуда ходить. Видите, да? То есть, так играть плохо. Но белые же не обязаны в этой позиции играть ЦБ2. Белые могут сыграть АБ2 неожиданно. Ну, и после БЦ5 они играют ЦД2. То есть, вот таким образом играют. Теперь, размен за черных уже проигрывает. Бьем в эту сторону. Ну, надо бить назад. Ну, естественно, ЦД4 играть нельзя из-за простенькой комбинации. Стандартной довольно-таки. И черные легко выигрывают. Мы не дураки. ЦД4 мы играть не будем. Ну, просто можно сыграть АБ4. Ну, и на ЦД6 можно даже пожертвовать шашку и напасть. То есть, ну, что-то как-то некуда ходить черным. То есть, в этой позиции у черных единственный ход. Надо отдавать две шашки. Белые бьют на Ц7. Ну, и черные перед дилеммой. В какую сторону побить? Покажу сильнейший вариант за черных, который ведет к ничьей. Все остальное, похоже, проигрывает. Черным надо бить именно на поле А1. Затем белые ставят дамку. Черным надо именно жертвовать дамку. И бить на поле Ц1. Теперь белые пытаются провести вторую дамку. Ну, и черным проще всего пожертвовать шашку. И сыграть именно АЖ7. То есть, видите, белые не могут занять большую дорогу, потому что черные побьют шашку Б6. Поэтому белые вынуждены вести шашку Б6 в дамке. Теперь лучше всего пойти именно ЖФ6, чтобы не было проблем как раз вот с этой отсталой шашкой АЖ8, потому что белые могут тут еще атаковать. И после постановки дамки играем на Ж5. Затем жертвуем шашку и занимаем большую дорогу с ничьей. Вот это единственный вариант на ничью за черных. Теперь, друзья, рассмотрим анализ от Евгения Кондраченко. Ход Б7. После Б7 белые играют АБ4. Ну, и наиболее сильнейший ход здесь АБ6 неожиданно за черных. С АБ6 уже проигрывает, обратите внимание, из-за несложной комбинации. Отдаем одно. Разминиваемся и выбиваем шашку Ф8. И легко выигрываем. То есть, в этой позиции надо играть именно АБ6. Теперь ход Б5 за белых проигрывает. Черные неожиданно играют ДЦ5. Ну и выясняется, что белым просто некуда ходить. Черные форсировано ставят рожон на поле Е3. То есть, так играть не надо. Размен за белых также проигрывает. Тут уже черные проводят комбинацию. Отдают две. Затем еще одну. Затем еще одну. Ну и за гребущими руками снимают четыре шашки соперника с победой. Наиболее сильный ход здесь за белых ДЕ3. То есть, в случае размена черных на поле А5, белые удерживают связку ходом АЖ3. Ну, теперь черным надо играть ДЕ5. Белые играют ЕД4. Черные играют ЖФ4. Белые закрываются. Ну и вроде бы у черных плохо. Кажется, что белые выигрывают. Но на самом деле, тут черных выручает жертва. Черные жертвуют. И играют АЖ5. Ну и тут у белых есть три хода. И все они ведут к ничьей. Ну, то есть, после БЦ5 мы просто отыгрываем шашку. Есть ход СД4. Тогда бьем вперед. Белые играют ФЕ3. Ну и черные тут проводят такой интересный разменный вариант. То есть, отдают шашку. Затем еще одну. Бьют назад. Белые бьют. И черные забирают две шашки и полностью уравнивают позицию. Если же белые в этой позиции играют БА3. Черные меняются. Единственный ход. Бьют на Д4. И затем на С3. Теперь уже у белых единственный ход СД2. Ну, естественно, сюда бить нельзя. Потому что белые просто выжидают. Ну и в какую бы сторону черные не побили. Допустим, сюда. Просто проводят вот такую комбинацию с выигрышем. Естественно, сюда или сюда бить нельзя. Мы это уже посмотрели. Поэтому белые бьют. Прошу прощения. Да. Наоборот, надо бить сюда. Черным. На Е5. И теперь белые бьют на Б4. Черные без шашки. Но за счет того, что их силы расположены в центре. А силы белых разорваны по флангам. Позиция ничейная. Единственный ход. ЕF6. Белым лучше всего пойти БА5. Но черным надо не дать белым пройти в дамки. ДЦ7 играют. Ну и после АБ4. Единственный ход. АЖ7. Но он ведет к ничьей. Здесь уже белым надо быть осторожным. И лучше всего на нас кинуть. Лишний материал. Ну и постепенно идти в дамки. Постепенно уравнивать позицию. Если же белые здесь пожадничают. Захотят сохранить шашку. То они могут даже проиграть. ЖС4 уже проигрывает. Черные играют ЕF4. Ну и после нападения. Надо точно сыграть ДЕ3. Этот ход ведет к выигрышу. То есть теперь если допустим АЖ3. Мы играем ЕД2. На АЖ5 точно нападаем. Ну и как бы белые не играли. У них позиция пройзвана. То есть если закрываются. Мы ставим дамку. А если белые отходят. Мы жертвуем шашку еще одну. И ставим дамку на С1. Эта позиция легко выиграна. За черных. Если же в этой позиции черные играют. ФЕ3. Вместо ДЕ3 выигрывающего. То тут они довольствуются лишь ничьей. Белые отжертвуют обратно. И играют АЖ3. Ну надо играть ЖА6. Теперь белые играют АБ2. Ну и естественно так не пойдешь. Из-за БЦ3. Надо меняться назад. Белые играют ЖФ4. Черные ЖФ6. Белые заходят в любки. Ну и после размена и хода БЦ5. Эта позиция ничейная. То есть в этой позиции друзья мы разобрали. Ход АБ6 еще после жертвы ведет к ничей. А вот ход ДЕ5 за черных уже плохо. В партии Кондраченко против Василия Наумика. Евгений смог победить своего соперника. После ДЕ5 Евгений пошел БА3. Василий Наумик сыграл ЦБ6. Евгений напал. Ну и после размена Евгений сыграл ЖФ2. Черным надо выходить рано или поздно на Ф4. И здесь Евгений блеснул комбинации. Отдали, отдали. ДЕ3. Ну и белые прорвались на предамочное поле. И легко выиграли. Кстати, Евгений в своем анализе показал, что черные в этой позиции могли сыграть ЕД6. Ну и в этой позиции он разобрал ход ДЦ5. Он ведет к ничей. А выигрывал ход ДЕ3. Ну давайте рассмотрим ДЦ5. Черные закрываются и белые меняются на Ц5. Теперь черные неожиданным ходом ЕФ4 уравнивают позицию. То есть эту позицию белые выиграть не могут. Но здесь мне удалось найти тоже оригинальную жертву. Белые неожиданно жертвуют СД6. То есть если хотят поиграть белые на выигрыш, даже здесь можно еще попытаться. Но в эту сторону бить плохо. У черных, видите, все шашки сгрудились на одном фланге. Скорее всего эта позиция проигранная. Поэтому лучше всего побить на С5. Теперь белым надо жертвовать еще одну шашку. И они играют АБ2. Вроде бы у черных две лишние шашки. Но не видно, как реализовывать преимущество. То есть в цейтноте можно даже эту позицию за белых выиграть. Но все-таки у черных есть несколько ничьих. Но наиболее красивое продолжение АБ6. БЦ3. БЦ5. Ну и после нападения черные играют СБ6. Лучше всего бить на Ф2. Теперь черные играют СД4. Белые бьют. И черные проводят комбинацию. Шашка лишняя. Преимущество у черных. Но все-таки эта позиция ничейная. Но все-таки справедливости ради отметим, что в этой позиции белые не обязаны играть ДЦ5. Они играют ДЕ3. Вот этот ход ведет к выигрышу. Теперь черные играют СБ6. И белые играют ЖФ2. Теперь ход ДЕ7. После него белые проводят комбинацию. Белые отдают три шашки. Играют ФЖ3. Подрывают пункт Ф6. Ну и, как всегда, за гребущими руками снимают четыре шашки соперника. Здесь, ну, черные еще могут посопротивляться. Но этот Ншпиль выигран из-за белых. То есть в этой позиции ДЕ7 играть нельзя. Из-за комбинации остается играть ДЦ7. Ну, теперь белые играют БА5. Черным надо нападать ЕФ4. Белые играют АБ4 именно. И размениваются вперед. Теперь черным надо играть ДЕ5. Пытаться разгрузить как-то свой фланг. Белые играют ФЖ3. И черные размениваются назад. Но здесь у белых выигрыш. Белые играют АБ2. И после АБ6 уже можно разменяться. А, прошу прощения. Сперва нападают. БА5. Черные отходят. Ну и белые размениваются. Ну и эта позиция выиграна. То есть на БА7 или БЦ7 даже. Ну, просто в этой позиции уже нападаем. И легко выигрываем. Теперь рассмотрим, друзья, партию Кондраченко-Гончаренко. Ярослав сыграл здесь ЦБ6. Ну и Евгений разменялся. Черные побили на Д6. Ну и позиция на самом деле абсолютно равная. Белые развивают свой сильный левый фланг. Черные ставят рожон. Но за счет того, что у черных ослабленных правый фланг, позиция все-таки равная. Тут даже в некоторых вариантах белые могут, так сказать, остаться с лишней шашкой. Белые играют АЖ3. Черные играют ЖФ6. БА5, ДЦ7. Ну, нельзя дать пройти в дамки. Белые играют АБ2. И Ярослав сыграл здесь ФЕ5. Белые играют ЦБ4. Единственный ход. Ну, то есть белые готовятся занять пункт А3. Ну и при случае разменяться на Ц5, прорваться на ослабленном фланге черных. Ярослав здесь сыграл АЖ5. Ну, может быть, АЖ7 можно было сыграть. Ну, АЖ5. Белые напали, черные отходят. Здесь Евгений делает единственный ход, БЦ3. И Ярослав здесь сыграл, по-моему, АЖ7. ЦБ2. И черные разменялись назад. Теперь белые играют БА3. Ну и выясняется, что черные вроде бы стоят в центре, но сходки в пользу белых. Ярослав рассчитал эти варианты и решил пожертвовать две шашки и прорваться в дамки. Здесь белые владеют преимуществом, но черные могут достичь ничьей. Евгений сыграл АЖ5. И Ярослав напал правильно. Единственный ход. Евгений разменялся. Ну и Ярослав здесь мог достичь ничьей. Он вначале правильно поставил дамку. Белым надо отходить. Снова черные нападают. Надо отходить. И черные играют дамкой на АЖ4. Белые играют АБ4. И черные играют на Д8. Здесь Евгений сыграл... Так. Так, друзья. Ярослав здесь сыграл АЖ5. И Евгений пошел Б5. Здесь Ярослав мог достичь ничьей. Надо было точно пойти дамкой на поле АЖ4. Ну, у белых единственный ход. АБ6. Черные могли напасть. Белые уходят. Ну и черные достигали ничьей. Это окончание возникло в партии, кстати, чемпиона мира Александра Шварцмана. То есть он черными также, по-моему, защитил вот эту позицию. Но в цитноте Ярослав не успел просчитать варианты. То есть после того, как он пошел АЖ5, Евгений сыграл Б5. Ярослав ушел на Д8. И Евгений уже сыграл АЖ3. Здесь уже у черных плохо. То есть после нападения белые строят колонку. Грозят разменяться. Ну и черные не могут занимать пункт Д8. Поэтому Ярослав ушел на Е1. Евгений играет Е6. Ну так нападать бесполезно. Белые проведут все три шашки в дамке. Поэтому Ярослав здесь напал с этой стороны. Белые ушли. Ярослав ушел на борт. И после хода ДЕ7 и нападения Евгений поставил дамку. Белые грозят провести все шашки в дамке. Ярослав обороняется в этой уже проигранной позиции. Играет Б7. У белых единственный ход на победу. ДЕ7. Черные заходят в любки. Ну и после хода на Б8. Черные побили. И белые затем провели вторую дамку. Это позиция выигранная. В дальнейшем в цепноте белые выжали черных на поле Д8. То есть по косяку оборонялся Ярослав. Белые заняли своими дамками поля Ц5, Е5. Ну и получилась такая позиция, что черным просто некуда ходить. То есть на любой ход, если сюда, просто отдаем дамку. И дамка черных попадает в петлю. То есть легко выигранная позиция получилась. Ну и друзья, последний вариант на сегодня. Ход ДЕ5 за черных. Он плохой, похоже, проигрывает. Белые точно играют АБ4. Ну лучше всего здесь сыграть ЦБ6. И белым надо точно сыграть БА5. То есть в этой позиции у черных плохо. Надо играть ТЦ7. Белые играют БА3. Допустим, ЕД6. Точно белые играют АБ2. Ну и после хода ЖФ4 белые играют АБ4. Ну и отчаянная жертва черным не позволяет спастись. Потому что белые с помощью присоски БЦ5 все-таки выигрывают эту позицию. Ну и как бы черные не били, у них плохо. То есть если бьют так, мы бьем сюда. А если черные бьют сюда, ну можно, допустим, так даже выиграть. Побили. Может даже в эту сторону побить. Ну и этот Эншпиль легко выигран за белых. Ну как-то на стриме, на канале Севашашках, мы с санкт-петербургским мастером Русланом Пещеровым чуть не попались в оригинальную ловушку. После ДЕ5 мы правильно пошли АБ4. Наши соперники сыграли ЦБ6. Играли 2 на 2 на гамблере. И здесь я предложил неправильный ход ЖФ2. То есть там позиция уже полностью уравнивается. Надо, естественно, играть БА5 с выигрышем. После ЖФ2 черные полностью уравнивают игру, сыграв БА5. Ну теперь возможен следующий вариант. ФЖ3, ДЦ7, БА3, ЦБ6. А, прошу прощения, черным надо жертвовать ЕФ4 и нападать. И здесь мы могли попасться в ловушку. Надо было меняться ДЕ3 с равной игрой. Ну, может быть, даже чуть получше у нас было. А мы здесь сыграли БЦ5. Соперники находились в цейтноте. И, кстати, играли против тульского кандидата мастера. Ну, сейчас уже мастера ИДФ Арсения Цинова. Он здесь в последний момент нашел комбинацию. Но соперник, вернее, его партнер не успел ее провести. То есть, черные побили в эту сторону и проиграли. А надо было бить в эту сторону. И теперь черные проводят комбинацию. ЦБ6, АБ4, ЖФ4 и ФЖ5. Кажется, что черные выигрывают. Друзья, в этой позиции ход АБ2 все-таки ведет к ничьей за белых. Но черные играют АЖ5. То есть, готовятся поставить упорчик для размена будущей появившейся дамки у белых на поле Б8. Б3, ЖФ4, АБ4. Теперь у черных есть два варианта. Либо сразу же нападать, либо поставить дамку на Д8. Но если сразу же нападать, то белые довольно-таки просто уравнивают позицию. То есть, жертвуют две шашки, ставят дамку. Надо отходить. И после хода Б7 белые все-таки уравнивают эту позицию. Это позиция ничейная. А если черные в этой позиции играют более сильно на поле Д8 сперва, то единственный ход БЦ5. И теперь черные нападают уже. Здесь уже жертвовать нельзя за белых. То есть, если белые пожертвуют две шашки и поставят дамку, то их дамка тут же ловится. То есть, так играть уже не получается. Поэтому белые вынуждены отойти сперва. Теперь черные делают выжидательный ход. То есть, сразу на А4 не играют. Белым надо играть СД2 единственный ход. И теперь черные играют дамкой на А4. Теперь белые играют ДЦ3 и черные играют АЖ7. В этой позиции белые могут попасться на следующую ловушку. То есть, сразу же жертвовать и ставить дамку нельзя. Потому что черные просто отходят. ДЦ5 побили. Побили. Ну и выясняется, что позиция в пользу... Так, прошу прощения. В пользу черных именно сюда. И после АЖ3 играем ФЕ5. То есть, если бы мы на Ж6 пошли, после АЖ3 черные, белые могли бы отжертвовать шашку. То есть, в этой позиции не надо сразу жертвовать. Надо сыграть СД4. Теперь черные нападают на шашку белых. Надо уходить. ДЦ5. И черные играют дамкой на А4. Белые играют ДЕ7. Ну и после хода Ж6 белые все-таки могут достигнуть ничьей. Для этого надо пожертвовать одну шашку. Затем вторую. Так. Черным приходится бить в эту сторону. Теперь белые жертвуют АЖ3. Побили. Вроде бы кажется, что у белых проигранная позиция. Но на самом деле на соплях, что называется. Но она держится. И после нападения черные лучше всего отойти. Иначе белые займут большую дорогу. И тут белые неожиданно вот таким маневром размениваются. Вроде бы кажется, что выиграно. Но на самом деле у черных не получается. То есть, надо ставить дамку и пытаться занять большую дорогу. Но белые точно ставят дамку на Д8. Ну и после того, как черные занимают большую дорогу, белые нападают. И выясняется, что это лишь ничья. Друзья, если вам понравились данные красоты, то я буду продолжать свою работу. Если поставите хотя бы 30 лайков, то будет продолжение. Если не поставите, ну как говорится, значит видео не зашло. Тогда продолжение не будет. До свидания. Друзья, сегодня, напоминаю, в субботу состоится стрим. На канале все о шашках. Играть будет Владислав Шипилов на турнире мастеров. Я буду комментировать его партии. Ну и увидимся вечером, как говорится. Начало стрима в 18.00 по московскому времени. До встречи на шашечных баталиях.